Вскоре на больших экранах появится «Сердце Казани». Это рабочее название художественного фильма о настоящей дружбе, чудесах и сказочном Зеланте. Известно, что героев воплотят Михаил Боярский, Чулпан Хаматова и Марат Башаров, а режиссер ленты Дмитрий Дзюжев. Сегодня на пресс-конференции он рассказал, почему Казань его так привлекает. В нашем городе живет мальчик Женя. Женя очень талантливый художник и немного волшебник. После автомобильной катастрофы Женя потерял возможность ходить и теперь мечтает найти Зеланта, который, как известно, исполняет желания. Автор этой истории Денис Асокин. А Дмитрий Дзюжев рассказал, когда ее прочитал, долго не мог успокоиться. Впрочем, Казань ему вообще не безразлично. Я родом из Астрахани. И мои соседи, большую часть были татары. И все, и Кайнары, и Кетбалакайдабарасом, и со всеми детьми вместе в перемешку. О корнях рассказывала сегодня и Айдан Шенер, знакомая многим по теленовелле «Королек птичка певчая». Предки актрисы из крымских и казанских татар. На вопрос, согласилась бы она сниматься в России, ответила. Все возможно. Впрочем, сейчас больше увлечена театром, нежели кино. Зашел разговор и о турецком кинематографе. Мы не отстаем от европейских и американских фильмов. Самое главное в кино – суметь передать историю зрителю. Для зрителей, опоздавших на фестивале, организаторы приготовили подарок. Завтра в кинотеатре «Мир» еще раз покажут две ленты претендентов на победу. Это Иван сын Амира с Дюжевым и круги Сербии. Тем временем на фестивале наступила пора жарких споров. Конкурсная программа завершилась. Победители и члены жюри назовут уже завтра. Завтра же в 6 вечера около Казанской пирамиды. В последний раз в рамках этого смотра растерят красную ковровую дорожку. Ожидаются Шиштов-Зануси, Дмитрий Дюжев и многие другие. Маргарита Петрова, Владимир Юрков, ТНВ, Казань.